доброго времени суток друзья канал провинции приветствует вас любители ценители бокса людей людей просто следящими за за боями и я думаю знающие такого бойца как мигель кота который сегодня сегодня утром провел свой последний прощальный бой и слава богу друзья что он проиграл его не нокаутом соперник у него как вам как вам и мне известно был американец садам али это по это был боец это был боец не не очень хороший так скажем не не топовый я так думаю ну как как мы и говорили друзья то что в боксе нужно уходить вовремя и и своевременно и тогда когда уже понимаешь что начинаешь сдавать это понял я так думаю мигель кота но не понял его тренер фредди роуч которому я считаю друзья что тоже нужно уходить на пенсию вы спросите почему потому потому что он проповедует тренирует и продвигает вот этот стиль ведения боя который который уходит вместе вот с этими уходящими бойцами друзья да в свое время это был хороший стиль ведения боя как когда хороший удар у бойца когда 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 хорошее движение но 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 сейчас конечно это все уходит в прошлое и вот этот стиль он вообще не приемлем не приемлем боксером современно вот это прыганье которое устроил мигель кота во второй половине боя когда он уже почувствовал что силы удара не хватает чтобы нокаутировать соперника и начал вот эти бестолковые прыжки на дистанции буквально трех метров от соперника соперник и так не достанет его а он а он что-то прыгает там что-то делает ногами и не понимает и тренер ему не подскажет то что прыгая он теряет энергию и это сказывается друзья еще больше на удар и когда мы увидели что садам али кстати этот американский боец ну и я ничего об нем друзья хорошего нет не могу сказать по моему мнению боец обыкновенной садам али значит у почувствовал что у кота ослаб удар и он осмелел и и бой полностью перевернулся в сторону садама али друзья и мигель кота конечно так как хорошо очень держит удар и держал все всю свою карьеру сумек сумел сумел выстоять этот бой ну и дай бог ну что что так все обошлось друзья но я считаю фредди роуч у нужно нужно уходить на пенсию потому что так такие не думающие бойцы как денис лебедев тоже тоже вы видите в балл бою с гасиевым прыгает и не прыгает прыгает по как попрыгунчик и не понимает друзья и не понимает то что вот это прыганье можно отпрыгнуть от соперника но затем прыгать на расстоянии до трех метров от соперника и там что-то выпрыгают что-то двигаться для чего какой смысл тратить энергию и вот денис лебедев тоже этим попрыгунчиком у нас стал и и когда соперник соперник видит что удар слабеет а удар друзья слабеет потому что за счет вот этого постоянного движения энергии тратится всего организма не только но если ты прыгаешь ногами если у тебя ноги встали это не знать что у тебя руки будут хорошо работать друзья это значит и руки встанут то же самое вместе с ногами такое мое мнение друзья но сейчас мы это я поговорил о фредди роуч а тренере которую тоже кто тоже хотел бы видеть уже на пенсии потому что время этих бойцов уходит хотят они этого или нет бойцы его все уже практически начинают проигрывать да он нормальный вид на нормальный стиль допустим для мэнни пакеау когда мы не пакеау легкий вес у него ну для для боксера для боксера его веса нелегкий а он был полу среднем среднем выступал но все равно в этом весе можно друзья попрыгать как это делает мэнни пакеау за счет ног но когда немножечко ты подсел немножечко ты стал возрастной и тех и бойцы начали меняться вот один из боев я бе я видел мэнни пакеау когда боец начал наваливаться на него вязать его в клинче бить его и пакеау проиграл этот бой этот бой судьи отдали значит другому сопернику не мэнни пакеау вот такие дела друзья но все равно все равно мигель кота друзья молодец боец своего времени хотя он и проиграл этот бой но проиграл достойно смелый боец панчер ну когда у него он был помоложе и у него был сильнее удар но но конечно пропускает видите он идет он когда когда бьет вообще вообще не думает о защите то же самое пропускает и надеется на то чтобы перебить соперника тяжелым ударом но раньше он был моложе крепче друзья а сейчас а сейчас в этом возрасте когда ты боксируешь нужно быть умней я удивился когда фредди роуз хотел его боя с геннадием головкиным с геннадием головкин я тоже друзья это удивился конечно очень но неужели ты тренер допустим и не видишь что твоего бойца там просто убьют это это видит любой я считаю но может увидеть посмотря посмотрев последние бойцы извиняюсь посмотрев последние бои мигеля кота ну вот такие дела давайте пожелаем ему удачи все-таки много хорошего зрелища он нам подарил те кто смотрел его бои я тоже смотрел некоторые бои не все конечно потому что первые бои были до интересные интересный он такой панчер такой об атакующей манере а нам же нравилось раньше помните когда человек пренебрегает защитой хочет перебить соперника и у кого удар тяжелее тот выигрывай вот такие дела ну все подписываемся на канал провинции все что хотел я сказал потому что я я бы я бы допустим чувствовал себя не очень спокойно если бы не выпустил этот ролик последний для бойца который все таки друзья я считаю войдет в историю бокса как хороший боец не смотря на его пять поражений которые были но все таки но все таки сколько боев он провел 44 боя друзья 33 он нокаутировал людей и несмотря на несмотря на то какие-то бойцы были там слабые средние могу могу можно говорить об этом много но мы сегодня будем говорить только хорошо молодец выстоял молодец не нокаутом не тяжелым как это бывает у многих друзья даже как даже когда было как у тайсона помните какие нокауты тяжелые к и как жалко этих бойцов какие они были велики и непобедимы и как боги перед нами и когда они падали становились как дети которых хочется защитить защитите и вытереть слезы на глазах вот так друзья такой бокс жестокий вид спорта всем удачи друзья провинции с вами подписываемся на канал не забываем мигель кота тоже удачи дружище